Вы смотрите программу Центр притяжения. Это новости Михайловского ГОКа и Железногорска в студии Оксаны Черных. Здравствуйте! И вначале коротко о главных темах выпуска. Компания «Металл-Инвест» подписала программу социально-экономического партнерства с администрациями области и Железногорска на 2020 год. Первая запись в трудовой книжке. На Михайловский ГОК приняты студентки Железногорского горнометаллургического колледжа. На комбинате подведены итоги конкурса на знания норм охраны труда и промышленной безопасности. Компания «Металл-Инвест» подписала программу социально-экономического партнерства с администрациями Курской области и Железногорска на 2020 год. О том, на какие цели и проекты она будет направлена, расскажет Алексей Строев. Документ подписали губернатор Курской области Роман Старовой, генеральный директор управляющей компанией «Металл-Инвест» Андрей Варичев и глава Железногорска Дмитрий Котов. Соглашение о социально-экономическом партнерстве действует с 2011 года. Этот механизм дает возможность эффективно объединить ресурсы власти и бизнеса на благо устойчивого развития города Горняков и всего региона. Конечно, социальное партнерство с группой «Металл-Инвест» с нашим Михайловским ГОКом – это основной налогоплательщик, это градообразующее предприятие города Железногорска, одного из самых молодых, современных и красивых городов Курской области. Безусловно, для администрации Курской области очень важно. Планы на 2020 год сформулированы, согласованы. Конечно, они направлены в первую очередь, это у нас год здоровья в Курской области в этом году, это на систему здравоохранения, на благоустройство и комфортную среду, на ремонт и строительство автомобильных дорог. Это все те направления развития спорта и здорового образа жизни. Это все те направления, которые очень востребованы железногорцами и нашими горняками. В 2020 году продолжится совместная работа участников соглашения по ключевым направлениям – поддержка учреждений образования и здравоохранения, массового спорта, культурных и духовных проектов, благоустройство города, помощь незащищенным слоям населения. Общий объем инвестиций по подписанной программе – полтора миллиарда рублей. Вклад «Металлоинвеста» – 827 миллионов. Социальная ответственность – это неотъемлемая часть стратегии бизнеса «Металлоинвеста», а соглашение между областью и компанией – мощный двигатель для улучшения качества жизни в регионе. Мы чувствуем себя в ответственности за создание комфортных условий жизни и работы наших сотрудников. Это часть нашей общей жизни и наших задач. Это поддержка здравоохранения, материальная база, ремонты. В частности, в этом году у нас был сделан капитальный ремонт детской стоматологии. Это крайне важная история. У нас есть большая программа поддержки искусства, культуры, спорта. И при участии фонда «Дальше обохранения Шоусманова» – искусство, наука и спорт. Важный вклад в успешное развитие Железногорска, да и области в целом, вносит эффективная работа Михайловского ГОКа. За 2019 год налоговые платежи предприятия в консолидированный бюджет региона составили около 13 миллиардов рублей. В этом году мы заканчиваем строительство конвейера в карьере. Это очень серьезный проект. Мы занимаемся корпусом по дообогащению концентрата. Следующее, мы активно занимаемся обновлением нашей техники, приобретением более мощного оборудования, экскаватора, самосвалы. Ну и также у нас есть целый ряд программ по развитию ремонтных служб, автоматизации. Соглашение о социально-экономическом партнерстве помогает власти и бизнесу определять приоритеты социальных инвестиций. Подписывая соглашение, десятый год компания «Металлоинвест» подтверждает, что является надежным партнером региона и готова решать множество важных социальных задач. В связи с угрозой распространения COVID-19 в «Металлоинвесте» введен в действие приказ о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на защиту здоровья работников компании. В частности, с 10 марта в «Металлоинвесте» функционирует оперативный штаб, возглавляет который генеральный директор компании Андрей Варичев. Сюда поступает вся информация об эпидемиологической ситуации на предприятиях. Аналогичные штабы действуют на всех комбинатах. Отменены все зарубежные командировки сотрудников, а поездки по стране возможны только автотранспортом по согласованию с руководством лишь в случае крайней необходимости. Мероприятия с количеством участников более 12 человек проводятся дистанционно. Более 50 человек отменены. Обязательным является проведение опроса тех людей, которые прибыли с отпуска, находились ли они за границей, контактировали с инфекционными больными. Если у человека температура или он находился в контакте с инфекционными больными, предлагается карантин в течение 14 дней. В административных зданиях компании устанавливаются аппараты с антисептическим средством для гигиены рук. Приобретаются средства индивидуальной защиты органов дыхания и тепловизоры. Ведется ежедневная санитарная обработка транспорта и помещений. В газетах и на корпоративном телевидении и радио «Металлоинвеста» опубликована информация о симптомах инфекции, профилактических мерах, соблюдать которые необходимо всем, без исключения сотрудникам предприятий компании. Еще студентки, но уже работают на производстве. У четверокурсниц Железногорского горно-металлургического колледжа появилась первая запись в трудовой книжке. Девушки приняты на работу в управлении технического контроля Михайловского ГОКа. С молодыми специалистами градообразующего предприятия встретился Алексей Строев. Контролер продукции обогащения Анастасия Талдыкина готовит пробу концентрата для определения его качественных показателей. Ее действия, отточенные между тем на участке технического контроля, девушка работает лишь четвертый месяц. Произвожу отбор проб, подготавливаю ее на химический анализ, делаю гранометрический состав, измельчаю ее, отправляю в химлабораторию. Вместе с Анастасией трудится ее подруга по учебе в горно-металлургическом колледже Екатерина Сухачева. На Михайловский ГОК девушки пришли практически в одно время. Екатерина сумела проявить себя во время производственной практики и заслужила приглашение на работу. Собеседование у нас было с руководителем. Трудно очень, собеседование проходило, вопросы задавали, спрашивали про оборудование, про фабрику, что мы знаем, что мы учили в техникуме. Параметров, которые подтвердят, что продукция необходима у качества, не один десяток. Данные, полученные контролерами, оперативно предоставляются начальникам смен, мастерам и инженерам фабрики. Опыт работы на производстве поможет молодым специалистам стать настоящими профессионалами. Это большой шанс для таких специалистов молодых, как я, которые могут одновременно учиться и работать под своей специальностью, познавать ее сразу. Получить новые знания в теории и на практике девушкам помогает наставничество опытных коллег. Они всегда подскажут и помогут. Мы выявляем какие-то узкие места, потому что наша задача, мы заинтересованы вырастить очень профессиональных, грамотных специалистов. Молодые работники уверены в стремлении к профессиональному росту, ответственность на целенность. На общий результат помогут им стать надежной частью коллектива городообразующего предприятия. Представители Департамента развития бизнес-системы «Металлоинвест» провели тренинг для руководителей Михайловского ГОКа и начальников подразделений комбината. Тема практикума – управление эффективностью. С подробностями Елена Точилина. Эффективность – это оценка обстоятельств, анализ, постановка всем понятных целей, готовность адаптироваться к условиям, вера в свои силы и успех. Всего этого невозможно достичь без навыков коммуникации. Именно она – залог успешного и своевременного решения самых разных вопросов, в том числе и в производственной деятельности. В практической части семинара руководителям предложили, разбившись на команды, разработать программу перспективного развития предприятия. О том, что самая эффективная модель получится лишь посредством взаимодействия между группами, участникам предстояло догадаться. Задания перекликаются с нашей основной работой. Это, в пример приводится, железорудные карьеры, рудное производство. Поэтому, в принципе, это нам все знакомо, достаточно интересно. Живой диалог, где большое количество руководителей, большое количество мнений, где-то споры. Но, как известно, в спорах рождается истина. Результативность – это достижение цели. Эффективность же показывает, какими средствами был достигнут результат. Научить работать на максимум весь коллектив под силу именно руководителям. Им в помощь инструменты бизнес-системы. Сегодня каждая компания должна заниматься повышением своей эффективности. Конкуренция в нашем рынке очень высока. И поэтому бизнес-системы – это как раз тот инструмент, тот образ нашей жизни, образ производства, который помогает нам повышать свою эффективность. С помощью культуры производства, с помощью поиска наиболее оптимальных процессов технологических, наиболее оптимального режима работы оборудования, схемы произведения ремонта. Умение работать в команде, сплачиваться для решения текущих задач – важная составляющая любого производственного процесса. А прочные коммуникации на всех уровнях – это возможность организовать деятельность более продуктивно, улучшать качество результатов, а значит управлять эффективностью. С 1 марта на Михайловском ГОКе введена автоматизированная система организации питания. Как она работает, обсудили на совещании представители подразделений комбината и цеха питания, предприятие, главная задача которого – вкусно и полезно накормить горняков. Компания «Металлоинвест» компенсирует работникам Михайловского ГОКа часть расходов на оплату полноценного обеда. Ранние дотации поступали напрямую в цех питания. С 1 марта эти средства перечисляются на электронные карты сотрудников комбината и его дочерних предприятий. К таким преобразованием коллектив был подготовлен заранее. Социальную льготу работник не то что имеет право использовать, а мы должны обеспечить любому работнику условия для использования льгот и дотации в принципе социального пакета Михайловского ГОКа. Нововведение пришлось по душе коллективу комбината. Работники задавали уточняющие вопросы о правилах пользования картой питания и удержания налога на доходы. На встрече пояснили – 13% будет взиматься только с фактически потраченных средств. Если же работник не воспользовался картой, то и удержания НДФЛ не будет. Люди пользуются, пользуются, но еще, наверное, не всем доведено по картам на питание. Но вопросы есть, разъяснительная работа ведется, положительные моменты есть. Любая дотация, любая премия, любое выделение денежных средств работнику, даже простому гражданину это всегда приветствуется. Дополнительно на совещании обсудили возможность пересмотра графиков работы буфетов, расположенных на промплощадках, а также маршруты движения передвижных столовых. Это необходимо, чтобы каждый сотрудник предприятия, учитывая особенности производственного процесса, удаленность мест работы, а также различия графиков, имел возможность воспользоваться дотацией. Полученной информацией участники совещания поделятся с коллективами подразделений. Ответственный подход к здоровью и жизни. Управление корпоративных коммуникаций и управление охраны труда и промышленной безопасности Михайловского ГОКа подвели итоги конкурса «Знай и всегда применяй». Его участники выполняли задания на лучшее знание правил и положение охраны труда и промышленной безопасности, опубликованной в газете «Курская руда». Задания были составлены так, чтобы заинтересовать работников предприятия. К примеру, ответить на вопрос, из какого материала были линзы в очках египетского фараона Тутанхамона. А еще требовалось разгадать познавательные ребусы, зашифрованными в них средствами индивидуальной защиты, или понять, что в изображенном профессиональном комплекте лишнее, а чего не хватает. Сотрудники комбината, которые справились со всеми вопросами викторины и первыми прислали свои ответы, получили заслуженные награды. «Очень рад. Считаю, что производственная задача, которая ставится перед нами руководством комбината, это самое главное. Но неотъемленная часть этой работы – это именно охрана труда, промышленная безопасность, от которой зависит жизнь и здоровье всего нашего коллектива». Всего в конкурсе приняло участие около 200 человек – представители почти всех подразделений Михайловского ГОКа. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы мы продолжаем рубрику, в которой работники Михайловского ГОКа рассказывают о своих дедах и прадедах, прошедших суровыми фронтовыми дорогами. Сегодня в рубрике «Наследники Победы» о своем деде вспоминает водитель большегрузного автомобиля Егор Голованов. Великой Победы В своем дедушке, младшем сержанте Дмитрия Михайловича Сапунова, я знаю совсем немного. Известно, что он призван был в ряды Советской Армии в 45-летнем возрасте, погиб 14 июня 1944 года под Выборгом, где был и похоронен. Его сын, мой дядя Алексей Дмитрий Сапунов, в 41-м году приписал себе год и пошел на фронт добровольцем. Он сильно хотел стать артиллеристом и за короткие сроки он овладел искусством артиллерийского стрельбы. В 42-м году он уже защищал родину в районе Сталингада. В 43-м году на Курской битве командир орудия сержант Алексей Сапунов отбил 8 танковых атак и подбил 3 тяжелых танка. Это было 7 июля 1943 года. Перекрыв путь к фашистам в районе станции Понари, поселок Горелое, был посмертно награжден. Наша семья гордится подвигом своих близких, считая своим долгом сохранять память о тех, кто защищал нашу родину. И благодаря им мы живем под мирным небом над землей. Это была последняя информация выпуска. Еще больше новостей смотрите в YouTube на канале «Металл Инвест Медиа». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова